Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельхознаук, и сегодня мы с вами поговорим о способах борьбы с тлей. Пожалуй, никакое другое насекомое в нашем саду, неважно, на плодовых, на декоративных, почвопокровных и прочих растениях, не доставляет столько хлопот садоводу. И, казалось бы, такое маленькое насекомое. Одно движение пальца, и мы его раздавили. Но тля берет неумением, так численностью. Своим количеством она подавляет растения самых разных размеров. Ее вредоносность заключается в том, что, высасывая соки, она серьезно ослабляет деревья, ослабляет наши овощные растения, ослабляет наши декоративные, деформирует побеги. И, наконец, самое неприятное – тля – переносчик очень многих опасных болезней. Дело в том, что вирусные болезни переносят в основном именно тли. Так как справиться с тлей так эффективно, чтобы не нанести ущерба нашему саду, нашей окружающей среде и справиться с этим вредителем? Топ-5 советов. И мы их построили по нарастающей в отношении к экологической безопасности. Итак, самый безопасный, экологически чистый способ борьбы с тлей – это смывание сильной струей воды. Но следует помнить, что эти способы хорошо действуют, только когда тли немного, а ваш участок не такой уж большой и обширный. То есть, если вы заметили, первые колонии, первые звоночки, вы можете смыть этих насекомых в сильной струе воды из распрыскивателя или из шланга, если это растение с жестким скелетом. На сочных растениях, на хрупких, неодревесневших, этот способ не пройдет. И здесь вам может помочь только опрыскивание мыльно-содовым, мыльно-зольным раствором с добавлением или без добавления различных масел, в том числе вазелиновым. В чем заключается действенность данного раствора? Дело в том, что щелочные растворы вызывают раздражающее действие на тлю. Ее кожные покровы очень нежные и легко повреждаются даже не очень сильным раствором золы, либо щелока, соды. А мыло? Мыло-прекрасный прилипатель, который не позволяет раствору скатиться с листьев и скатиться со спинок тли. Масло, в свою очередь, добавленное в этот раствор, закупоривает дыхальце у тли, и она просто задыхается. А если напор в опрыскивателе достаточно сильный, то вы еще избиваете ее на почву, где ее ждет голодная смерть. Следует помнить, что для приготовления мыльно-содовых растворов или мыльно-зольных растворов следует брать хозяйственное мыло, поскольку его PH наиболее щелочное, то есть наиболее действенное. Туалетное мыло или жидкое мыло для мытья посуды, для рук, оно для этих целей не подходит. Следующий способ борьбы с тлей – это использование табачной пыли в целом виде, либо ее препаратов – табагол, табазол и так далее, ее настоев. Дело в том, что в табачной пыли содержится никотин, а есть даже целая группа инсектицидов, которые так и называются – никотиноиды. И хотя содержание никотина в табачной пыли не такое уж большое, но тем не менее его хватает для того, чтобы конкретно подорвать здоровье этого зловредного насекомого. Мы готовим настои и обрабатываем наши растения сильной струей воды. Обычно этих обработок хватает на неделю или чуть более. Следует помнить, что их использование именно биологических средств должно быть частым, поскольку они все контактные и легко смываются дождем. Следующий способ борьбы с тлей – это применение различных настоев резко пахнущих острых растений трав. Например, острого перца, далматской ромашки, лука, луковые шелухи, либо чеснока, а также тысячелистника, либо полыги. Их действие основано на раздражающем действии веществ, которые содержатся в этих растениях. И в зависимости от того, какое средство вы применяете, соответственно, такое и раздражение. Кстати, помогает справиться с тлей и настой картофельной ботвы. Главное условие, что ботва должна быть здоровая и либо свежая, либо высушенная. Килограмм свежей ботвы мы настаиваем на ведре воды где-то в течение суток. Отсеживаем и в дальнейшем работаем уже по растениям. Кстати, при использовании настоев, таких острых растений, которые обладают отпугивающим запахом, раздражающим действием, следует помнить, что последняя обработка должна быть не менее, чем за две недели до предполагаемого сбора урожая. Поэтому на салатных, на зеленых культурах данный способ может не подойти. И здесь мы переходим к биологическим способам борьбы с тлей. Многие подумают, что это заключается в привлечении птиц, различных насекомых, хищников или высаживании отпугивающих растений, которые своим запахом отпугивают тлю от тех кустов, под которыми посажены. Да, этот способ имеет право быть и он в своей доле действенен. Но нам главное выбрать лучшее средство. Поэтому все средства хороши, но я бы предпочла использование биопрепаратов. на основе действия различных бактерий, которые вызывают заболевания у тлей, либо продуктов их жизнедеятельности. Это, конечно, фитоверм, аверсектин, октофит и другие производные аверсектина. Это культуры бактерий Bacillus thuringiensis, например, лепидоцит, битоксибацилин и так далее. Но следует помнить, при использовании этих препаратов, что должна быть температура воздуха 18-20 градусов, потому что при температуре ниже эти препараты просто не сработают. И обработки нужно будет проводить каждую неделю или чуть реже, в зависимости от того, насколько сильно размножилась тля у вас в саду. Для человека эти биопрепараты практически безвредны, разве что вы задумаете выпить их в неразбавленном виде. И для большинства полезных насекомых также. Но, тем не менее, определенные правила безопасности соблюдать мы должны. Обрабатывать в безветренную погоду и желательно целевым способом. То есть мы опрыскиваем те растения, те участки, на которых есть тля. Но бывает такая ситуация, что тля размножилась очень быстро, стихийно, как пожар, охватив своими ковриками шевелящихся лапок все кусты роз или сиреней или наши деревья. И вы уже видите скрученные листики, где толстым слоем сидит эта тля. В таком случае, к сожалению, только народными или биологическими методами бывает справиться трудно. Особенно, если площади ваших садов впечатляют, растений много и на всех сил может не хватить. В таком случае мы прибегаем к последнему средству. Это химические препараты. В первую очередь мы применяем их на декоративных растениях, которые в пищу не употребляем. Это такие препараты, как актора, актелик, искра, децис, каратезион. Это препараты конфидор, командор. Да, их применять нужно в тяжелых ситуациях, когда обычными средствами справиться с тлей невозможно. Но именно они помогают искоренить тлю надолго, буквально на месяц. Если вы при обработке соблюдаете все правила, то есть в безветренную погоду утром либо вечером, вы закрываете свои растения, которые употребляете в пищу зелеными, каким-нибудь укрывным материалом, вы одеваете защитную одежду, очки и перчатки, и респиратор, то влияние этих инсектицидов на окружающую среду можно свести к минимуму. Кстати, когда вы защищаете сад от тли при помощи химических препаратов, следует позаботиться в первую очередь о пчелах. Дело в том, что эти препараты токсичны для них, и токсичны очень сильно, а также для других насекомых опылителей. Поэтому я бы рекомендовала применять инсектициды для борьбы с тлей и прочими вредными насекомыми, только когда насекомые опылители, те же пчелы, отправляются спать в ульи, в свои гнезда и так далее, когда сад пустеет. Дело в том, что большинство насекомых опылителей, они действуют в солнечную погоду, когда могут хорошо ориентироваться по солнцу, когда тепло, ясно, ярко. Вечером они все отправляются на ночлег, и в это время проведение обработки наиболее безопасно для окружающей среды. Также мы должны помнить, что если обработали растения, которые употребляем в пищу, наши плодовые либо ягодные кустарники, то от последней обработки до момента употребления съема урожая должно пройти не менее чем 3 недели. И тщательно следуйте инструкции по применению того или иного средства защиты. Я надеюсь, что этот ролик поможет вам справиться с этим опасным вредителем в саду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, и я с удовольствием отвечу на них в ближайший прямой эфир. Субтитры создавал DimaTorzok